Привет народ, с вами Фенаргот. Что же, артефакт уже совсем не за горами. Игра выходит 28 ноября. В октябре начинается бета-тест, которого я жду прям ох как, да и не только я, я уверен. И больше и больше и больше информации в сети появляется, но касательно новых карт, каких-то дополнений, деталей игры, там призовые фонды, турниры и прочее, прочее, прочее. Всем этим я пытаюсь с вами делиться. Поэтому ни в коем случае не забываем ставить лукасы, подписываться и включать уведомления в колокольчике, чтобы вот такие ролики не пропускать. А что же, касательно тех карт известных, которые вы можете найти там, к примеру, на сайте артефакт бафа и так далее, есть еще карты, которые были официально, точнее неофициально засвечены на каких-то стримах, на каких-то выставках, к примеру, Pax West, на каких-то видеороликах и так далее. Информация о этих картах есть, но Valve их официально не выкладывали, поэтому их на сайтах многих нету. Но мы решили эти карты добавить, поделиться ими с вами, перевести и прочее, прочее, прочее. Ведь карт на самом деле таких очень много и сейчас как раз речь пойдет именно о них. Ну, за исключением еще нескольких новых карт, о которых я вам расскажу по сравнению с прошлым роликом. Вообще, это мы все выкладываем на нашем сайте, на котором будут различные сервисы со статистикой, декбилдером, ну, то есть можно будет свои колоды делать, делиться своими колодами, гайды выкладывать и прочее, прочее, прочее. Поэтому уже можете заходить на сайт, смотреть библиотеку карт, регистрироваться на форуме и так далее. Собственно, смотрите, я напоминаю, что карты в артефакт делятся на 5 типов. Это герои, крипы, навыки, улучшение башен и предметы. Есть редкость у карт. Базовая, потом Common, Uncommon и Rare. И также 4 цвета. Зеленый, красный, черный, синий. И есть 3 сета. Нулевой сет, первый сет и второй сет. Сеты это как дополнение. Знаете, к примеру, в Харстоне вышло какое-нибудь дополнение, и карты имеют значок даже этого дополнения. Тут то же самое. И тут есть, на самом деле, 3 набора. Пока неизвестно название у этих наборов. Просто известно, что они есть. Потому что были засвечены эти изображения на картах, которые Valve опубликовывают. Ну и на стримах, и прочее, прочее, прочее. Возможно, те, кто играет игру, уже знают название этих наборов. Скорее всего, знают. Но договор о неразглашении не дает им об этом рассказать. Собственно, давайте перейдем уже к картам. Смотрите, если у карты на нашем сайте стоит вот такая шестереночка, это значит, что карта имеет неполную или неточную информацию. Это может касаться, вот, к примеру, брони у Enchantress. Потому что неизвестно, какая она. Арт, во-первых, у нее тоже неправильный. Ну, потому что его, на самом деле, еще нету. Неизвестно. Просто известно, что этот герой есть. И у него вот такие статы. Ну, давайте перейдем. Enchantress 4.8. Неизвестная броня. Арта, понятно, нет. Bloodseeker 8.6. Prellix. Это вот новый герой, где крип. И у него статы 3.5. Известно, что он из первого сета. Также еще вместе с ним в комплекте идет скилл улучшения башни. О нем я расскажу вам чуть позже. Вы это увидите. Sven 5.11. Известно, что у него есть пассивный навык Great Cliff. К сожалению, пока неизвестно, что он дает. Мэйзи. Это также новый герой. 6.36. Он, как вы можете заметить, по цвету редкий. Из первого сета. Также у него есть улучшение башни. Об этом я тоже почереду скажу. Леон 6.5. У нас тут ничего нету. Magnus 4.1.9. Получается, Камоновский. Из первого сета. Снайпер. Известно, что у него есть хэдшот пассивный навык. Статы у него 5.6. Но, к сожалению, информация о навыке неизвестна. Скаррет Мэк. Это уже анонсированный герой. У него есть конкузив шот активный навык, который имеет откат 2 раунда. Он дает выбранному герою и его соседям минус 2 единицы брони в этом раунде. Также имеет статы 3.6. С ним еще в комплекте идет один скилл. Об этом чуть позже, когда перейдем к спеллам. Лич. У нас 5.9. Имеет скилл Сакрафайс. Тоже герой уже анонсированный. Он... Единственное, нужно вот... Это не ошибка. Нужно убрать вот эту фигню с картой. Имеет неполную и неточную информацию. Она уже официально анонсирована. Все точно известно. Она причем, видите, из второго набора. Уничтожьте союзного юнита и возьмите карту. Если атака юнита больше 6, возьмите еще одну карту. Омник. Тут герой у нас еще не анонсированный. Арт, понятно, неофициальный. Пюрификейшн. Активный навык у него есть. Неизвестно, что делает. То же самое у нас Виверный. Тоже активный навык Арктик Берн. Неизвестно, что делает. Статы у него 6.6. Огрмак тоже. Вообще неизвестны его статы. Известно, что герой этот есть. Виномантер. Вообще ничего неизвестно касательно статов. Урса есть. 7.10 у него статы. Арт непонятно какой. Известен его пассивный навык. При атаке вражеского юнита модифицирует его на минус 1 единицу брони. Есть дровка со статами 4.7. Канна. Это тоже новый герой. 2.12. Далее, по-моему, есть один навык, который ей принадлежит. Мы его увидим. И, собственно, Абадон. У него есть активный навык Берроу Тайм. К сожалению, тоже неизвестно, что он делает. Ну и статы 4.9. Ладно. Давайте перейдем к крипам. Тут вы можете заметить много крипов вообще без иконок. Вот, к примеру, миликрип. Это обычные крипы, которые идут спавниться Dimensional Порталом, к примеру. У этих карт нет цвета. Возможно, в будущем что-то изменится. Им добавят цвет. И можно будет эти карты в колоду класть. В общем, у них просто статы 2.4. То же самое и зомби 2.2. Цвета у этой карты нет. Мы сюда в раздел цвета добавим карты без цвета. Селвиш Клерик. Вчера, точнее, сегодня ночью анонсированная карта официальная. Селвиш Клерик полностью восстанавливает здоровье после фазы сражения. Статы у него 4.4. Релентлесс Зомби. Анонсирован вчера. У него боевой клич. Он дает релентлесс Зомби смертный щит. Что такое смертный щит? К примеру, вы нанесли зомби 2 урона. И он, по сути, должен умереть. Но нет, у него появляется еще одна единица урона. Ой, одна единица здоровья. Вот когда вы ее снесете, тогда он и умрет. А герой, точнее, юнит, может иметь максимум 1 смертный щит. Или Death Shield в оригинале звучит. Assassin's Shade. Пока неизвестно вообще, что это. Kentower Huntsman тоже неизвестно. Лишь цвета видеть черный-красный. Raven Hook. Это новый крип, у которого есть активный скилл. Он, причем, имеет пульсирующую особенность. Пульс вообще в артефакте это то, когда во время фазы сражения там скилл может повторяться несколько раз. Уничтожает случайный предмет у блокирующего Raven Hook персонажа. А, не-не-не, это не у него пульс, извиняюсь. Он уничтожает случайный предмет у блокирующего Raven Hook персонажа и дарует базовую стоимость предмета. На самом деле, очень интересный юнит. К сожалению, мана у него неизвестно. 3-6 у него по статам. Emissary of Quorum. 1-2-10 у него по статам. Немало у него хп. И имеет активный навык с откатом в один раунд. Модифицирует союзника на плюс 2 единицы атаки и плюс 1 единицу здоровья. Ну, то есть, понятно, на выбранной линии. Гульмартир. Это уже анонсированная карта. Предсмертный хрип имеет. Модифицирует союзников на плюс 1 к атаке и плюс 1 к здоровью. И Legion Standard Bearer. Также официально анонсированная карта. Соседи получают плюс 4 к атаке. Остальные карты вы уже могли видеть и в прошлом ролике я вам рассказывал. Навыки. Переходим. Тут у нас есть Take Aim. Дает красному герою плюс 4 единицы атаки на данный раунд. Весьма вероятно, что это может быть скилл снайпера. Но пока сложно сказать. Потому что у него также есть еще ассисинейт. Поэтому Take Aim, возможно, и не снайперский скилл. С условием, что снайпер у нас черного цвета, а не красного. Поэтому вряд ли. Day of the Track. Удваивает ваше золото. Стоимость 3. Голды. Winter's Curse. Скилл Виверны. Обезоруживает юнита до конца раунда. И его соседи будут атаковать его. Интересный навык за 6 маны. За 4 маны у нас Pray on the Week. Это как раз скилл у нас Канны. Вызывает Хаунд оф Вор за каждого раненого юнита. К сожалению, пока неизвестно, какие статы имеются у этого юнита Хаунд оф Вор. Мана Дрейн. Это скилл Леона. Отнимает у вражеской башни 2 единицы маны. И дарует вашей башне 2 единицы маны. В данном раунде. За 2 маны. Интересный скилл. Выберите 2 врагов. Они сразятся. Ну, то есть, по сути, грубо говоря, вы себе ману не добавите этим скиллом на башне. Потому что вы потратите 2 маны на использование данного навыка. Просто, получается, в данном раунде заберете у врага 2 маны на башне. Выберите 2 врагов. Они сразятся друг с другом. Friendly Fire. Это... Вы уже видели такую карту, как дуэль, где вы выбираете героя, и он дерется с выбранной целью. Мы видели карту Ганг, где вы выбираете героя, и выбираете любого юнита на любой линии, и они дерутся друг с другом. Теперь же можно выбрать Friendly Fire, где 2 врага будут драться друг с другом. Enrage. Это у нас скилл Урсы. Дает красному герою плюс 4 единицы атаки и плюс 4 единицы брони на данный раунд. То есть, после данного раунда этот бонус спадет. Empower Magnus. Модифицирует героя на плюс 3 единицы атаки и плюс 3 единицы рассекающего урона. Combat Training. Модифицирует юнита на плюс 3 единицы атаки за 3 маны. Также красная карта. Собственно, ульта Снайпера у нас за 7 маны идет. Наносит 10 прорубающего урона цели. Это неплохо. То есть, игнорирует броню. Уничтожает всех существ. Это у нас Аннигиляция за 6 маны. Но, я думаю, вам данная карта напоминает кое-какую карту из Хардстоуна. Вот. All Sync Once Favor. Это скилл у нас Омника. Модифицирует зеленого героя на союзнике. Имеет плюс 2 единицы регенерации. Act of Defense. Модифицирует союзных юнитов на плюс 2 единицы атаки и плюс 1 единицу брони за 4 маны. Не слабый такой скилл. Apothic Shield. Он у нас идет с абадоном. Снимает вражеские эффекты с цели. Дает плюс 2 единицы атаки и плюс 2 единицы контратаки. Enough Magic. Перейти к фазе боя. То есть, сначала же фаза действий. Там люди раскидываются картами, тратят ману и так далее. Вы можете просто за 5 маны херануть карту и все, сразу бой. Очень интересная карта. Такая ситуативная. Надо смотреть. Mystic Flare у нас скилл Skyrat Mega наносит 12 урона поровну поделенного между целью и ее соседями. Кстати, да. Хочу заметить, у всех вот этих карт нужно поставить шестеренки. Просто мы только начали обновлять информацию и добавлять на сайте. Плюс ввели вот эту функцию шестеренки, чтобы вы видели. Не удивляйтесь, мы это все добавим. Собственно, Chain Frost наносит 3 урона юнита. Повторяется 7 раз. Наносит 3 урона противнику справа или слева цели и дает инициативу. Инициатива это значит, что при следующей активной фазе вы будете действовать первым. Ганг вы уже знаете. Перейдем к улучшениям. Но, кстати, перед этим напомню, что спонсором данного ролика является букмекерская контора 1xbet. По промокоду из описания вы можете получить бонус до 6500 рублей. Можете регаться, делать ставки. Сейчас у нас проходит, собственно, мейджор по CSGO. Ну и скоро будут первые квалы у нас на минор. На мейджор уже были по доте. Ну и, собственно, минор скоро будет. Поэтому можете смело ставить. Не пропустите ни в коем случае по ссылке из описания. Идем дальше. Улучшения. Трибушеты наносят 2 единицы урона вражеской башне перед фазой действия. Напоминаю, что такое улучшение башни. Вы используете, и она прикрепляется к башне на данной линии и срабатывает каждый раунд. Ну, там понятно, что какие-то срабатывают не каждый раунд. Какие-то имеют активные навыки. Но обычно, типа, каждый раунд. Вот, к примеру, тут каждый раунд будет наносить 2 единицы урона вражеской башне перед фазой действий. Бараки. Это у нас, как раз-таки, я забыл отметить то, что это у нас улучшение, которое идет вот с этим самым героем Преликсом. Вот с Преликсом в комплекте. Вызывает крипа на данную линию во время стадии развертывания. Очень интересно. Ну, то есть, каждый раунд у вас на том лайне, где стоит эта карта, будет вызываться крип. Steel Reinforcement дает вашей башне плюс единицы брони. Получается, что тоже каждый раунд. Это у нас Смэйзи идет героем Смэйзи, который я вам тоже нового героя показывал. Вот с этим. Steam Cannon. Активный навык, который имеет откат 1 раунд, наносит 4 единицы пронзающего урона юниту на любой линии. Ну, пронзающего, прорубающего, мы скоро разберемся. Где-то у нас одно написано, где-то другое. Нам нужно время, я надеюсь, вы понимаете. Конфлагрэйшн, Селеменис Фейвор, Незервард, Миста Вернус, Аренфок, Голдмайн, Азалт Лайдерс и Грандмиле уже были известны до этого. Да и как Steam Cannon. Тут, по сути, только 3 карты новых добавилось. Ну и перейдем к предмету. Тут очень интересно. Первый это у нас Шилдов Базилиус. Знаете, в доте есть Рингов Базилиус. В артефакте есть Шилдов Базилиус. Он дает герою плюс 2 единицы брони. И соседи героя получают плюс 1 единицу брони. За 8 голды очень неслабый предмет. Potion of Knowledge. За 5 голды вы берете карту. Броуд Сворд дает герою плюс 4 единицы атаки. Видите, нет изображения. Assassin's Veil дает герою плюс 4 единицы здоровья. И имеет активный навык. Вы выбираете цепь для владельца предмета. То есть, к примеру, надели там на легионку. И всегда можете каждый раунд выбирать, кого она может бить. Очень неплохой предмет. Особенно, к примеру, на какого-нибудь Бристлбека. Которому нужно стакать там броню и так далее. Млинк Даггер. Герой получает плюс 2 единицы атаки. А также имеет активный навык с откатом 2 раунда. Можете перемещать владельца на любую выбранную линию. То есть, к примеру, вы знаете предмет Телепорт Скролл. Вы телепортируете. Этот предмет будет дальше. Но, я расскажу, вы телепортируете героя на фонтан. И потом, получается, в следующем раунде можете поставить его на другую линию. Тут, по сути, вы каждые 2 раунда можете это делать с помощью этого одного предмета. Golden Ticket. Получите случайные предметы Secret Shop за 7 голды. Восстанавлив... Ну, за 7 голды данная карта. Вы можете получить не за 7 голды предмет. Восстанавливает цели 6 единиц здоровья. Это Сальва за 3. Хераскейп. Герой получает плюс 16 единиц здоровья за 15 голды. Не слабый такой тоже предметик. Shop Did. Любой предмет в вашем Secret Shop стоит на X меньше. Где X базовая стоимость предмета. Кстати, изображение надо будет добавить. У нас оно есть. Тоже интересный предмет. Надо будет посмотреть, как будет работать. Дает герою... King Folk Plate. Дает герою плюс 1 единицу брони за него. И каждого атакующего его юнита. Рис. Ну, обычно получается... Максимум там юнитов типа 3 может атаковать. Ну, понятно, что там можно еще что-то навыдумывать. Ну, вообще обычно 3, да. Поэтому получается где-то максимум 4 брони, наверное, обычно можно настакать. Рестал Эмблем. Дает герою плюс 4 единицы здоровья и минус 2 единицы брони. Юнит, блокирующий героя, получает минус 2 единицы брони. А за 4 голды... За 9 голды... Румус Квестманс. Дает юниту 1 единицу брони. Имеет активный навык с откатом 2 раунда. Восстанавливает юниту 4 единицы здоровья. Неплохое такое. Chainmail. Дает герою 2 единицы брони. За 7 голды... Claymore. Дает герою плюс 8 единиц атаки за 15 голды. Platemail. Герой получает плюс 4 единицы брони за 15 голды. То есть, видите, то же самое, что Chainmail. В 2 раза больше дает брони. Но стоит, кстати... В 2 раза больше и на 1 голду больше. Некташа с Гвард. Это с Бэйном, видимо, какой-нибудь арт будет. Герой получает плюс 1 единицу брони. Имеет активный навык с откатом 1 раунд. Перемещает соседних юнитов героя на случайные линии. Это интересный... Интересный предмет. Фонтан Флэск. Полностью исцеляет юнита за 4 голды. Причем, вот вы видите, что есть сальва за 3 голды, да? Стоит всего лишь на 1 голду дешевле. Но всего лишь на 6 исцеляет. Шивас Гард. Дает герою плюс 2 единицы брони. И модифицирует юнита, а также его соседей на минус 2 единицы атаки. Это активный навык с откатом 2 раунда. Стоунхолл Пайк. Дает герою плюс 2 единицы атаки. Модифицирует Стоунхолл Пайк после фазы боя на... Дает герою плюс 1 единицу атаки. То есть усиливается предмет. Дает герою плюс 4 здоровья. Это Стоунхолл Клоук. Дает герою плюс 4 единицы здоровья. И модифицирует Стоунхолл Клоук после фазы боя на... Дает герою плюс 2 единицы здоровья. Тоже, видите, модифицирующийся предмет со временем. Интересно Телепортейшн скролл перемещает героя на фронтан Я вам уже рассказывал Вещер оф де Тирант дает герою плюс 3 единицы атаки И быстрое развертывание Башня получает плюс 3 единицы брони Напоминаю, что быстрое развертывание Когда герой попадает в таверну Он не может появиться на линии Потому что там откат один раунд С быстрым развертыванием Вот у вас умер герой На центральной линии прошли все 3 линии И вы тут же можете его Поместить на линию К примеру, такой герой как Рикс Имеет такую врожденную способность пассивную А тут можно с помощью предмету Добавить герою быстрое развертывание Вингфолл хаммер Герой получает плюс 4 единицы атаки Дает герою и союзным юнитам Плюс x единиц регенерации Где x половина его атаки Предмет стоит 19 голды Немало Ну и понятно, что если настакать Очень много атаки персонажу Можно не слабо так зафигачить Облитеринг орб Этот предмет официально уже анонсирован Просто уничтожает улучшение Выбранное на вражеской линии Там, к примеру, поставили Там трибушет или что-то Вы можете его уничтожить Ну и последний предмет Который слил как раз один из стримеров Хардстоуна Профессиональный игрок Я не помню, как его зовут Он недавно просто видео выложил на YouTube Где рассказывал о базах артефакта И случайно раскрыл одну карту Которую до этого не показывали Она дает плюс один к броне И возвращает противнику два урона Выглядит как Блэйдмейл Но это не Блэйдмейл Это Бартмейл Но вообще вы можете заметить Что тут много, кстати, таких вот предметов Которые Чем-то напоминают Ну там Шилдов Базилиус Там Пошенов Ноллдж И так далее Которые вроде как Похожи на предметы из дота Но немного другие Поэтому нас тут ждет Много всего интересного Но все остальные предметы Уже были Вы можете зайти на сайт Собственно и ознакомиться Так что не забывайте Следить за всеми этими Собственно Картами Подписывайтесь Конечно же На наш паблик ВКонтакте Мы там первые всех делимся Новыми картами Информацией по игре Собственно Тут же у нас Проходит розыгрыш Десяти копий артефакта И десяти наборов По Два бустера По-моему Когда выйдет игра Поэтому обязательно Я уже забыл Условия Вы можете найти Розыгрыш по ссылке в описании Так что Но все равно Обязательно подписывайтесь Ну и на форуме Тоже можете общаться Ну и понятно У нас тут есть И дискорд канал И твич и ютюб Ну а с вами был Фенаргод Не забываем ставить лайки Подписываться Включать уведомления В колокольчики Пока-пока